что такое шуфа шуфа это когда несколько человек двое или более людей владеют долями в какой-то недвижимости сказать этому новому покупателю дорогой наш брат ты сколько заплатил за землю он называется сумму и они говорят мы тебе даем эту сумму и забираем у тебя этот участок куран хадис и джима и кияс эти в четыре главных основы на котором строится сунницкий фиг бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على с cristuru на мухаммад во центр бисм Сегодня у нас тема, связанная с шуфа. Шуфа – это преимущественное право покупки какого-то объекта недвижимости. Мы, иншаллах, постараемся на примерах это объяснить. И первый хадис приводится от Абу Саляма ибн Абду Рахман ибн Ауф и от Саид ибн Мусайиба. Они оба передают от пророка, саллиллаху алейкум ассалям. Они оба не были, никто из них не был с подвижником, с сахабием. Они прямо от пророка, саллиллаху ассалям, передают. Этот хадис называется, как вы знаете, Мурсаль. И они передают, что пророк, саллиллаху алейкум ассалям, вынес решение, что шуфа будет действительное. То есть такое право дается, преимущественное право покупки дается. И в таких видах недвижимости, которые еще не поделили между участниками. И когда уже будут определены границы, и недвижимость будет поделена между обладателями, то тогда шуфа до этого права не будет. Значит, что такое шуфа? Шуфа – это когда несколько человек, двое или более людей владеют долями в какой-то недвижимости. Это не так, что человек владеет этой стороной, другой владеет другой стороной. В данном случае, когда уже определены места, кому что полагается, там шуфата не будет. А шуфа – это когда земля, она общая, несколько владельцев, у каждого половина или одна треть и так далее. И в таких случаях это бывает неудобно, когда несколько человек владеют землей. Это иногда причиняет неудобства. И когда кто-то из обладателей этой земли, кто-то из участников, кто-то из тех, кто владеет долей в этой земле, собирается продать свою долю, полагается и считается правильным, чтобы он сказал другим участникам, что я вот хочу продать свою долю за такую цену, если кто-то из вас покупает, то я вам продам. Чем кому-то лишнему, чтобы человек извне пришел, я лучше вам продам. И так полагается, чтобы он сделал. Но вдруг, если он этого не сделал, поступил неправильно и продал, и туда пришел новый человек. Новый человек – это новые проблемы, не знаешь, какой человек попадется. Шариат в таком случае, во-первых, этот человек, который продал, он не имел права без их ведома продавать, он должен был им сказать, раз он продал, и пришел туда новый человек, который, может, тоже не знает, что там есть другие. И в таком случае шариат дает старым, как бы тем, кто были участниками этого, наряду с этим продавцом, им дает преимущественное право покупки этой земли. Они могут сказать этому новому покупателю, дорогой наш брат, ты сколько заплатил за землю? Он называет сумму, и они говорят, мы тебе даем эту сумму и забираем у тебя этот участок. Потому что они имеют большее право на покупку этой земли, и он не будет иметь право отказываться от этого. Почему это делается? Потому что мы не хотим, чтобы между этими участниками были проблемы. Это получается, он, этот человек, продав свою землю, не уведомив, не поставив известность своих бывших, как бы, участников, да, совладельцев этой земли, навредил им. И шариат убирает этот вред тем, что он говорит, что эти люди будут обладать таким правом. В общем, вот это и есть шуфа. Это и есть шуфа. Здесь пророк, саллиллаху алейкум ассалям, в этом хадисе говорит, что пророк, саллиллаху алейкум ассалям, посчитал действительным шуфа во всех объектах недвижимости, которые не поделены. Это может быть земля, это может быть дом и так далее. Когда несколько человек владеют чем-то общим, и они это, им завладели, им завладели нам. Кто-то из них продает, вот этот новый покупатель, он должен уступить эту землю, и ему дают ту же сумму, за которую он ее купил. И пророк, саллиллаху алейкум, говорит, но если они по факту уже поделили, стороны уже определены, дороги тоже провели, это моя дорога, это твоя сторона, моя сторона, тогда не будет там шуфата. И получается, двое уже участников поделили землю, они стали уже не участниками общей земли, они стали соседями. Соседи там построили стену, поделили общую землю, и когда один из соседей желает продать свою землю, пришел новый покупатель, новый сосед, старый сосед не имеет права у него силой забрать эту землю, и сказать, я имел большее право. Понятно, да? Значит, здесь шуфата не будет. «Каля маликун у аля залика сунна туллати лахтиллафа фиа индана». То есть это и есть та сунна, на которой он нашел мединцев, то есть жителей Медины. Имеется в виду, жители, это не джагили, это алимы Медины, именно давали такую фетву, что если земля поделена, уже соседи друг у друга так забирать землю не имеют права. Это единственное место в шариате, когда человек без своего согласия должен уступить нечто свое, свою собственность. У нас не бывает, что человек имеет право посягаться на чужую собственность никогда, только с его согласия. И даже те хадисы, где говорится, что мы должны быть настолько добры к соседям, что даже если сосед попросит, что он хочет там что-то там, бревно или там балку в твою стену вставить, то ты должен это ему разрешить. Ученые говорят, это желательно, но при том, что желательно человек может отказать в этом, потому что есть у нас другие хадисы, где говорится, что имущество ни одного человека не является дозволенным для другого, кроме как с его согласия. И поэтому пророк, саламу, не говорит, что у меня были хорошие отношения с соседом, даже если он пожелает в мой фундамент, в мою стену там поставить балку или бревно, я должен дать ему разрешение на это, желательно дать. Но если я откажусь, то греха тоже не будет, потому что это мое имущество, и я имею право распоряжаться им. И вот во всех случаях шариат вот это правило практикует везде, кроме темы шуфата. Здесь вот этот новый покупатель, при том, что он совершил действительную сделку, он после завершения действительной сделки заполучил в себе в имущество вот эту землю, ему говорят, ты должен уступить, и он должен эту землю уступить за ту же цену. А то, что в Медине принято, имам Малик говорит, в Медине говорит, у нас так было принято. Это считается довольно-таки серьезным аргументом, хотя, конечно, хиляф это не решает. Имам Ахмад говорил, что если в хадисах есть противоречие какое-то, в хадисах есть противоречие, а в данном случае есть противоречие в хадисах тоже. Этот хадис указывает на то, что сосед у соседа, если сосед продал землю, то есть старый сосед у нового покупателя не может забрать землю. Но есть другой хадис, из которого можно понять, что также сосед будет иметь право. И это мнение мазхаба имама Абу Ханифы. Вот это мнение трех мазхабов. То мнение, что сосед также будет иметь право вместо нового этот участок себе купить, это мнение имама Абу-Ханифа. Вот когда мы видим, как бы, что нужно как-то эти хадисы согласовать, где нам видится, да, где нам видится поверхностно, что там может быть некое несоответствие в хадисах, то тогда имам Ахмад говорил, что нужно вернуться к тому, что было принято в Медине. Если в Медине было что-то принято, значит так и должны мы хадисы понимать. Это как раз-таки такой случай. Он говорит, что шуфа будет в чем? Именно вот в таких объектах действует шуфа. И только байна шуфа. Шуфа – это участники какого-то общего имущества, да, люди, которые обладают какого-то общего имущества. А вот между соседями шуфата не будет. «Воход-десани Малик он наху балагау عن Сулеймана بن Ясар. Мислу залика. Так же один из крупных фақиха в Медине. Он так же такой фетву выдает. «Кала Малик, фиражули нештера шикса маа каумин фи ардын би хайван абдин ау валидатин. Ау ма ашбаха залика минал үруб, фа жа ашшарику яхузу би шуфаатихи баада залик. Фа ваджедал абда ауил валидата кад халака. И значит такая картина. Я вначале говорил шуфа, это когда некий участник какого-то общего имущества продал свою долю человеку извне. И тот человек за эту землю отдал что-то. Это может быть животное, хайван, может быть он раба отдал, может быть он отдал определенное количество золота, серебра. И мы сказали, что те, кто были участниками этой земли, они могут новому покупателю сказать, что мы у тебя забираем эту землю, вот получи то, что ты отдал за эту землю. И вот если такое случилось, и в качестве платы был раб или какой-то хайван животное, и когда эти люди пожелали забрать, используя право шуфата, забрать эту землю себе, оказалось, что этот хайван, он умер, или раб умер. То есть сейчас у нас нету перед нами этого раба, чтобы мы могли оценить и сказать, сколько он стоит, и сколько им нужно отдавать этому покупателю. Понимаете, да? И в таком случае, как поступить? Нету свидетеля, которые бы сказали, подтвердили, что он стоил там 100 дирхамов, или там 100 динаров. И у покупателя, у покупателя, и этих людей, которые хотят у него забрать этот участок, у них разногласие. И вот покупатель говорит, «Раб, которого я отдал продавцу за эту землю, ауэль валидатими эту динар». Раб или рабыня, они стоили 100 золотых монет. «Ваякулю сахибу шуфати», те, кто хотят забрать, они говорят, «Ваякулю сахибу шуфати шарик», тот, кто хочет забрать, «Баль киматухума хамсуна динара». Он говорит, что нет, 50 динаров было. Он хочет меньше отдать, тот требует больше. И кто будет прав в этом случае? «Каля Малик, яхлифу лмуштари анна кимата маштара бихими эту динар». В этом случае покупатель, тот новый, который пришел на эту землю, он должен принести клятву, что земля стоила, что этот раб, которого он отдал в качестве платы за землю, он стоил 100 динаров. «И если тот согласится выплатить такую сумму, он возьмет, а если пожелает оставить, он скажет, я эту землю за такую цену не буду брать, он тогда может оставить». То есть в таком случае, когда у них разногласия касаемо стоимости земли, этот человек, который использует право шуфата, хочет взять за 50, говорит, «Твой раб стоил 50». Тот говорит, «Нет, я отдал раба, который стоил 100 динаров». Чье слово будет более сильным, что слово ставится вперед, это слово покупателя. Покупателя, и он должен принести клятву, что именно тот раб стоил 100 динаров. Если тот захочет купить эту землю, отдав ему 100 динаров, то он так и сделает. Иначе он должен оставить. «Илля анятия шафиу бибайнатин анна кима талабди ауэл валидати дуна ма калал муштари». Кроме как в случае, если он приведет этот человек, который хочет использовать шуфа, если приведет свидетелей, которые подтверждают, что было 50 динаров, а не 100, то тогда он будет прав. В общем, это мнение большинства ученых ислама, что в том числе и шафиитский Мазов говорит, что именно покупатель, он тот, кто определяет цену. То есть реально, если там нет у них какой-то цены, где они все сошлись, слово будет, слово этого покупателя. «Илля анятия шафиу бибайнатин и он не знает, и он не знает, и он 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 знает, так же важное правило, касаемо шуфата, вот это право, право преимущественной покупки земли дается только лишь в том случае, что в том случае, если этот новый человек, который пришел на это место, он именно купил этот участок, то есть он не бесплатно его получил, он взамен что-то отдал. А если, допустим, мы предположим, что двое владели участком, общий участок на двоих, сейчас один из этих двоих участников умер, и вместо него, по наследству, эта земля перешла его сыну, получается новый хозяин этой половины, тот участник второй, он не имеет права этому сказать, все, я забираю твою землю, ты новый человек здесь, я не хочу, чтобы она у тебя была. Или отец ему подарить может, отец может ему подарить. То есть шуфа можно использовать только лишь в том случае, если человек эту землю получил, не бесплатно, а взамен чего-то. Потому что он сейчас бесплатно получил, и тот человек сейчас забирает у него землю, и бесплатно что ли он заберет? Конечно, нет. Шуфа будет всегда, когда человек, используя право шуфата, платит ту сумму, которую тот покупатель новый отдал за эту землю. قال Малик, В общем, если тот новый покупатель, если купил в рассрочку, то есть на срок он купил, тот новый человек, который у него эту землю забирает, он тоже будет иметь такой же срок. قال Малик, Сейчас имам Малик разбирает вопрос. Если двое обладали землей, один продал свою долю, пришел новый человек, а тот второй, он был в хадже, допустим, где-то в сафари, он отсутствовал. И когда он пришел, через месяц обнаружилось, что его шарик, совладелец этой земли, продал свою долю, и пришел новый человек. Сейчас мы будем давать ему право шуфата. Ведь в самом начале, во время, вот именно когда он продал эту землю, его не было, и время как бы ушло, даем ли мы ему такое право? Имам Малик говорит, что да. И срока определенного там, после которого истекает срок шуфата, у нас нет. Как человек узнал, что появился новый человек, и его как бы товарищ продал свой участок, он будет иметь это право. Но нужно знать, что здесь касаемо шуфата, есть такой момент, что имам Малик позволяет, чтобы человек некоторое время обдумал. Вот я сейчас был совладельцем какой-то земли, и мой шарик, другой совладелец, который владел своей долей, он продал, не сказав мне, продал свою долю другому человеку. И сейчас тот пришел новый человек. Шафииты что говорят? Шафииты говорят, это право, исключительное право, которое дает тебе шариат. Если эта земля тебе нужна, ты должен сразу же эту землю брать. Ты должен сказать, сразу же, не отвлекаясь ни на что, не мешкая, я забираю эту землю, используя право шуфата. Даже они говорят, того человека увидел, ему говорит, как дела у тебя, баракаллах фиг, пусть Аллах даст тебе баракат, новые покупки, знаешь, мне эта земля нужна, и так далее. Лишние слова нельзя говорить. сразу узнал, увидел этого человека, говоришь, я забираю эту землю без шуфа. После этого говоришь, ему слова бараката и так далее. Вот настолько все нужно делать быстро. А имам Мали говорит, что можно оставить ему время. У них разногласия, и какой срок дается? Некоторые говорят, что до года, некоторые несколько месяцев, в общем, они дают ему право обдумать, хорошенько там все посмотреть, обсудить. Но шафииты, у них все строго в этом вопросе. Подобно тому, как у нас строго в шафиитском мазабе, также в вопросе, когда человек купил какой-то товар и обнаружил изъян, если он хочет этот товар вернуть, используя вот это право, что обнаружился какой-то айб, хочу вернуть этот товар, даже если тот не согласен брать назад, я должен быстро сразу же возвращать товар. Иначе, если сегодня машину я купил, через месяц обнаружился этот айб изъян. И я на сутки оставил там, сегодня отдохну, покатаюсь еще, и завтра верну, то только лишь с согласия того человека. Потому что я уже как бы сразу, сразу с момента, как я узнал, что там есть изъян, я должен был немедленно вернуть товар. Если замедлил, если отвлекся на что-то ненужное, то в таком случае я теряю это право. И только лишь с его согласия я должен буду его просить, уговаривать, чтобы он принял, но он может отказать. А вот если бы в тот же миг, как мне мастер сказал, что эта машина испорченная, у него там мотор стучит и так далее, я сразу взял трубку, позвонил этому человеку, я возвращаю машину, то тогда, даже если тот не согласится, он должен принять назад свой товар. В общем, у нас все строго. Чтобы люди этим не игрались, потому что если мы дадим ему время, неделю, три дня обдумать, он будет его использовать, потом использовал, получил то, что себе нужно от этого товара, и потом возвращает себе. А тот остается без ничего. К тому бывшему владельцу, да? Как вернул, все сразу к нему переходит. По сути, получается, мой возврат – это расторжение предыдущего договора. Если я вернул, получается, я расторгаю, шариат дает мне право расторгнуть ту сделку, я расторгиваю и вернул ему. И все. Она же чья-то должна быть, если не моя, то значит и она. Другая масла. Здесь очень много этих разных вопросов, связанных с этой темой, имам Малик разбирает. Если там у человека родилось, было несколько детей, они получили по наследству эту землю, потом один из детей умер, и его собственность перешла к его детям. Здесь получается несколько дядей, и сейчас дети умершего их брата, племянники этим. И если один из этих двоих племянников свою долю сейчас продает, его брат будет иметь право, или его дяди также будут иметь право, имам Малик говорит, что только лишь его брат. К дядям этим не переходит это право шуфата. И это то, что принято было в Медине. Галя Маликун ащуф'ату байна щурака и аля кадри хисасы, мякхузу кулю инсанин минхум би кадри насыбихи, инкана калилен фа калилену, инкана кассиран фа би кадрии вазалика, инта шаху фиха. Значит, если, предположим, одна земля принадлежала троим, у одного была половина, у второго была одна третья часть, у третьего была одна шестая часть. Вот вся земля троим принадлежала. И тот, у кого была половина, он продал землю там чужому человеку. Сейчас эти двое засуетились и говорят, мы забираем эту землю. Одному из второй половины принадлежит вот две третьих. Третьему, у которого принадлежала одна шестая от всего, принадлежит одна третья. И сейчас у одного два раза больше там земля, у одного меньше. И сейчас, когда они забирают этот участок, которая была половина проданная, оттуда тоже они, исходя из своих долей, будут брать. Тот, у кого два раза больше, здесь берет два раза больше. Тот, у кого меньше, получает меньше. В общем, вот так нужно по справедливости поделить. قال, «Малик, Аля шай аляху». Также, если там была, одна земля была поровну между там тремя, да, три человека были. Один продал свою долю. И сейчас двое имеют право забрать эту землю. Один говорит, мне не нужна земля. Другой хочет взять. Хочет взять, и он подходит к новому покупателю. Я хочу взять, но у меня там не полагалось с этой земли, если бы тот мой второй товарищ взял бы половину с этой земли. И эту половину я свою беру. Тот возмущается, или полностью бери, или полностью оставь. Я не хочу такой маленький участок, чтобы у меня остался. Шариат говорит, что тот будет прав. И он должен или все забрать, свою долю и долю своего соседа, своего товарища, или все оставить. Чтобы не было, чтобы покупатель хотел купить гектар, и пришел человек, и половину там 50 суток забирает, 50 оставляет. Такого не должно быть. В общем, к примеру, если человек там случилось, что продал свою долю чужому человеку, тот второй совладелец был в хаджи и вернулся через месяц. Обнаружилось, что тот новый покупатель уже построил там какое-то здание, посадил деревья. И сейчас этот хочет забрать эту землю себе, но эта земля уже застроенная земля. Там уже она не пустая земля. Шариат в таком случае говорит, что этот человек может использовать право шуфхата только лишь, если новому покупателю возместить то, что он там построил. То есть взамен того, что он построил, все ему даст, сколько это все стоит, оценивает. Он говорит, на тебе за эту постройку, за эти деревья я забираю землю. Иначе он должен оставить. Так же картина, там двое совладельцев, они враждовали, ненавидели друг друга. Один продал свою долю кому-то, чужому человеку. И сейчас главное этому человеку было, чтобы его доля не перешла к его соседу, чтобы она не перешла ко второму. И он назло ему не поставил в известность этого совладельца второго и продал чужому человеку. Пришел чужой человек, и сейчас он видит, что этот бывший хочет забрать эту землю у него, чтобы вся земля стала его. И этот засуетился, и вместо того, что тот забрал, используя право шуфхата, он говорит, хорошо, давай расторгаем сделку, я назад забираю эту землю. Имам Малик говорит, что такое недопустим. Раз ты продал, уже сейчас большее право на владение этой землей будет иметь тот человек, вот этот его совладелец второй. Потому что это делается именно, чтобы тому навредить, чтобы он не получил это по праву шуфхата. сказал Малик, Сейчас, если мы предположим, что человек, который обладал землей, он продал свою долю в земле, продал чужому человеку, но он продал не только землю, вместе с землей он продал свою машину, своих там коров, все это продал за миллион. Сейчас получается, взамен миллион он отдал не только землю, он отдал не только землю, но отдал как же и машину, и еще там животный, скот. И тот второй сейчас хочет забрать землю, одну землю хочет. Он говорит, не машина, и эти животные не нужны. Покупатель говорит, или все вместе забирай, или все вместе оставь. Имам Малик говорит, что нет, он землю заберет, а животные машину оставим. Нужно будет оценить и всего, сколько из миллиона перепадает на землю, сколько на остальное, и эту сумму он должен будет ему отдать. Эти все вопросы, которые поднимались к имаму Малику, ведь он хотя и не был калдыем в Медине, но он был большим алимом. Он был алимом Медины. К нему все эти вопросы поднимали люди. И он эти все вопросы вот здесь, в своей книге Муватта, вместе с хадисами пророка саллиллаху алисаляма приводит. То есть часть книги – это хадисы, остальная часть – это вопросы, разные вопросы, связанные с фикхом. Он их здесь приводит и разбирает, как это все должно быть. Видим, как имам Малик был знаком с этой жизнью людей. Все, что происходило в обществе, в мединском обществе, имам Малик знал. И на все он, как положено по шариату, отвечал. Он не был человеком, который там куда-то в пещеру идет, там от людей прячется и в уединении там сидит и сам поклоняется Аллаху. Он жил в обществе, он решал вопросы людей, он жил той же жизнью, которой жили все остальные люди. И приносил пользу обществу мединскому и всей исламской уме. قال Малик «Фаурид على الحадир أن يأخذ بالшفعة أو يترك» «Факал أن أأخذ بحصتي وأترك حصص الشركاء حتى يقدموا». «Фаин أخذوا فذلك وإن تركوا أخذوا أخذوا جميع الشفعة». قال Малик Так, здесь вопрос, если было несколько совладельцев, там человек пять, допустим, и один продал свою долю, и из остальных четырех только один был в это время рядом с ним, остальные были в сафари. И сейчас тот новый покупатель пришел, и этот один совладелец говорит, я забираю эту землю, используя شفعة. Но я у тебя буду забирать не всю землю, а именно то, что перепадало на мою долю. Из остальных четверых моя доля была одна четвертая, и из этой земли, которую ты купил, я одну четвертую забираю себе. Тот говорит, я так не хочу, или всю землю забирай и верни мне мои деньги, или всю землю оставь мне. Имам Малик говорит, что тот будет прав, и этот человек не имеет права только лишь свою долю брать, пускай он забирает всю землю себе. После этого, после этого, те люди, если захотят, остальные участники свои доли тоже забрать, он должен будет из этой целой доли, которую заполучил, их доли отдать. Каждому по одной четвертой. Если они пожелают взять, возьмут, если нет, то ему все достанется. Это все касаемо шуфата, и какие там условия, и как это все должно практиковаться. В данный момент в нашем обществе, это не особо люди знают вот этот хукм, но этот хукм можно применить по шариату. Если общая земля, человек продал свою долю, это право может быть использовано по шариату. В чем нельзя использовать шуфа? Кала Яхья, Кала Маликун, عن Мухаммад ибни Умарата, عن Абибакр ибни Хазм. Абубакр ибни Хазм. Абубакр ибни Хазм, это Абубакр ибни Мухаммад, ибни Амр ибни Хазм. Ибни Хазм. Аль-Ансари и Аль-Хазраджи. Он был факихом Медины в свое время, он был каады Медины, и еще был Амир Медины. Амир Медины, это получается, верховный правитель мусульман, халифа, назначал на местах, на разных местах, в провинциях, назначал Амиров, кто-то в Кусе, в Ираке, кто-то в Дамасске, в Шаме, кто-то в Медине. И вот со стороны халифата, Амиром над Мединой был этот человек, который был алимом, который был очень известной личностью в свое время, он был каадыем, безупречным каадыем, которым никогда не бывало вопросов, все его уважали, он был как бы лидер общества, мединского общества, человек, который всегда поднимался на хутбах, всегда читал проповедь, всегда выходил имамом, в свое время он был такой Амир и главный человек в Медине. И мы знаем, что полагается по шариату, когда праздничный намаз, когда просят дождь и так далее, что вперед выдвигался Амир. И он был именно таким человеком. Не имам мечети, а вот правитель той местности должен выдвигаться. И этот человек, наряду с тем, что он был такой важный человек в обществе, целый Амир, он был очень богобоязненный человек, подобно которого, ибадат и таджуд, подобно которого не видели люди. Настолько очень сильно поклонялся он Аллаху. Его жена говорила, что он после 40 лет своей жизни уже ночи всегда, все время выстаивал в намазе. И не спал. После 40 лет уже человек видит, что он уже не молодой, что уже нужно готовиться к Ахирату, при том, что он такой важный человек. Все, весь день он занят людьми, ночь тоже выстаивал в намазе. Но при этом передают, что Абубакр ибн Амр ибн Хазм носил золотой перстень, на котором был камешек-бриллиант, дорогой, но носил золотое кольцо. Это возможно ввиду того, что не из-за того, что человек, веление пророка, где говорится, что золото запрещено мужчинам нашей умы, он это не принимает. Нет. Возможно, до него не дошел этот хадис конкретный. Часто такое могло быть, потому что мы сейчас можем сказать по прошествии более чем тысяч лет, что многие хадисы в разных темах уже обладатели знаний, они имеют возможность услышать. Но тогда, но тогда еще, это были первые времена после поколения сахабов, тогда вполне могло быть, что какой-то алим, обладая очень большими знаниями, конкретно в каком-то одном вопросе до него не дошел далил хадис, где говорится, что вот что-то является запретным. И вот в данном случае передают, что на нем видели иногда золотое кольцо, скорее всего, это было ввиду того, что этот хадис до него не дошел. Этот хадис он не знал. Но это никак не умаляет его уровень. Конечно, уровень он очень серьезный человек. И никто никогда не сомневался в том, что его хадисы являются достоверными. И вот Малик передает Мухаммад ибн Умара, и Абибакр ибн Хазм, что Усмана ибн Аффан говорил, что если земля поделена уже и установлены границы на земле, то там шуфха не будет. Также шуфха нельзя применить по отношению к колодцу. Также по отношению к быку, который используют там в саду для полива или для посева и так далее. В общем, недвижимость – это то, где можно использовать право шуфата. А то, что нельзя поделить, если мы его поделим, там общая машина, его же нельзя там распилить пополам. То, что поделить, не получается. И если его поделить, пользы от него не будет, там шуфата не будет. Пример, например, бык. Общий бык между двумя, там двое обладали одним быком. Шуфа там, человек свою долю, 50% этого быка продал, новый покупатель, у него ты забираешь, здесь этого не будет. Также маленький колодец, допустим. Колодец, если там разделить пополам, это будет как бы бесполезно, там если посередине установят такую границу, не получится. Или один общий меч, его пополам разрезать, одну одежду. Вот в таких вещах шуфата не будет, потому что первоначально смысл шуфата в чем? Хикмат мудра шуфата в чем? В том, что когда двое обладают какой-то землей, и они когда-то решат разделить между собой эту землю, то это уже как бы неудобство и этому, и тому. Они должны будут построить стену, границы какие-то ставить. Это все является лишними хлопотами для них. И когда, чтобы эти лишние хлопоты избежать, когда появляется новый покупатель, мы хотим максимально упростить им жизнь. Новому покупателю говорят, больше тебя права на эту землю имеет второй совладелец, ты уступаешь ему, свои деньги забираешь назад, а этот старый как бы совладелец, он уже не вынужден будет сейчас делить землю с кем-то, строить эти стены, приглашать людей, чтобы устанавливали границы. Чтобы вот это, этих неудобств не было, мы это все, как мы говорим, являются мудростью шуфата. А то, что и так нельзя разделить, там этих неудобств не будет. Так же дороги между двумя неделят. Дороги, они общие всегда. И всегда вот дорога, даже если она как бы частная дорога, она всегда связана с землей, к которой она прилегает, эта дорога. Кому будет принадлежать земля, то дорога тоже будет его дорогой. То есть может быть так, что дорога не общая, у нас сейчас общие дороги, но может быть, что частная собственность, и туда идет там в тупик какая-то дорога. И эта дорога принадлежит именно тем людям, дома, которых прилегают к ней. Это уже может быть частная дорога. Там шуфата в принципе не может быть, потому что именно право на дорогу имеют те, кто выходят к этой дороге. Те, кто живут в этих домах. И если ты продал дом, автоматически доля, часть этой дороги будет и так твоя. Там отдельно дорогу делить, так не бывает. Так же двор перед домом. Двор тоже вместе с домом. Отделе никогда не продается. Место свободное перед домом. Он тоже вместе с домом переходит к владельцу этого дома. Как мы знаем, это не является лазимом. В общем, здесь тема, если человек, в том же нашем примере, двое владели общей землей, один продал свою долю, и новый покупатель поставил такое условие, что дай мне три дня, если в течение трех дней мне эта земля не понравится, я верну эту землю. Это то, что, говорится, право вернуть что-то. Даже если никакого изъяна не будет. Мы знаем, что шариат дает в любой сделке. Я пошел, хочу купить телефон. Я, если этот продавец, человек, который понимает шара, я могу ему сказать, я покупаю этот телефон, и в течение трех дней я буду обдумывать, покупаю, деньги тоже выплачиваю, беру с собой, в течение трех дней я могу вернуть тебе этот телефон. И если я себе это право взял, то он не имеет права, тот человек, не принимать его назад. Потому что это право дано мне шариатам. Но в течение трех дней это как бы и не полностью мой телефон, и не его телефон. Как-то так получается, если я до конца еще не решился его себе оставить. По прошествии трех дней, если я верну, то так и будет. Если я не верну, то тогда уже будет окончательно, что этот телефон перешел ко мне. Вот здесь землей, когда новый покупатель, покупая эту землю, оставил за собой право на три дня вернуть, если он передумает, то остальные совладельцы сразу забрать эту землю не могут. Они должны будут подождать окончание трех дней, пока не станет ясно, что земля полностью перешла к нему. И после прошествия трех дней они могут эту землю забрать. Субтитры создавал DimaTorzok وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بمراس إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل في الآن تجهة فهي جنب يعطينا وعند أذهب ويسه ومجانب في هذه الدرجة ومجانب في دائما ومجانب وفي هذا يجب قد صحت وعندما يتحدث يقول أنه كان من ثابت ويزم بغضاء فتا قد وقدي И сейчас то, что этот человек, будучи хозяином, как бы временно получилось он хозяин, сейчас у него эту землю забирают, он должен ему взамен того, что он покушал и так далее, что-то этому человеку выплатить. Человеку, который имел право забрать, но до сих пор как бы не знал этого. Он ничего ему не должен давать. Почему? Потому что до этого момента он был законным хозяином этой земли. Если бы с землей что-то случилось, он бы пострадал в первую очередь. И получается, как бы вот этот риск, риск того, что он мог пострадать, если бы с землей что-то случилось или дом рухнул бы, взамен этого риска ему полагается вот вся польза, которую он брал. Так же. Аль-гурму, аль-гурму бель-гурми, как мы знаем. Аль-гурму, аль-гурму, аль-гурму. Это новое. В общем, также вопрос связан с этим. В общем, шуфа, если уже вопрос покупки, то, что когда этот новый покупатель купил, это уже забылось, очень много времени прошло, и через десятилетия человек приходит и говорит, я был совладельцем этой земли и забираю у тебя землю, никаких свидетелей нет, люди уже не помнят, когда этот человек покупал и кто там был до этого, то в таком случае шуфата не будет. Это говорит имам Малик. Малик говорит имам Малик. Малик говорит имам Малик. 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 своим имуществом, и кто-то, чтобы мог посягнуть на его имущество без его согласия забрать у него, такого не будет, кроме как в случае, когда шариат дает человеку такое право в исключительном порядке. И шариат дал такое право шуфата именно в недвижимости. То есть в том, что связано с недвижимостью, и это было очень мудрое решение, потому что в недвижимости мы знаем, когда приходится делить на маленькие кусочки, это всегда неудобно, это всегда лишние траты, лишние как бы проблемы, и чтобы все это избежать, упростить, шариат дает тому человеку первое право, такое первостепенное право дается ему. А те вещи, которые не нужно делить там, использовать шуфа и забирать там чужое имущество без его согласия не полагается. И тот человек, который покупает землю, в котором есть шуфа, несколько человек могут, используя это право, взять эту землю у него. И те люди молчат, не обращаются к нему, он пусть этот вопрос поднимет к султану и говорит, султан, я купил эту землю, и эта земля была такая, что она была общая, я купил новую долю, и те участники, совладельцы этой земли, они могут у меня забрать эту землю. Я хочу, как бы, этот вопрос, чтобы решился. Или же они, после того, как узнают, что они имеют такое право, они заберут ее. Или же они оставляют его, говорят, что мы не хотим эту землю, и оставляют султан ему эту землю, после того, как те отказываются. А если он молча, не уведомив тех людей, он вопрос не поднял к султану, к правителю, не уведомил султана, купил сам молча, а те люди узнали, узнали, что они имеют такое право, и что появился новый покупатель. И они промолчали, при том, что у них было право забрать, они промолчали, так, что ушло уже много времени. И через какое-то время, через несколько лет, при том, что у них была возможность забрать эту землю, они не взяли. Потом начали требовать. Имам Малик говорит, что в таком случае они не будут иметь на это право, потому что у них был шанс, имам Малик, то, что уже близко к году, там, время близкое к году, 10-11 месяцев, год, это уже долгий срок, по мнению имама Малика. Если столько времени человек не решался, потом решился забрать землю, ему такое право уже не дается. А вот в течение недели, 10 дней, это малый срок, имам Малик тогда дает ему такое право. Но, опять-таки, повторюсь, как я уже говорил, шафинский масов, который у нас практикуется, там даже сутки не дается человеку. Человек должен сразу же, как он понял ситуацию, сразу должен оценить и забрать эту землю, используя шуфа. Хотел бы закончить мысль, которую ранее говорил. Я говорил, что не каждый вопрос, который разбирается в книгах фикха в общем и конкретно в этой книге, не на каждый вопрос можно найти отдельный хадис, который бы прямо указывал на шариатские решения в этом вопросе. Но это не значит, что то, что имам Малик или имам Аш-Шафи или другие имамы приводят в своих книгах, это необоснованные свои какие-то домыслы. Конечно, нет. Я хотел сказать, что я хочу, чтобы дошла такая мысль, что прямого хадиса, что пророк сказал, что вот первый вопрос шуфата, если случится такое, что должно быть так, следующий вопрос, что должно быть так. Конкретно вот именно, как имам Малик здесь вопросы разбирает, прямых хадисов таких и не должно быть. не должно быть, и этого никто в условии не ставит. Потому что пророк, саллиллаху алию ассаляма, в течение этих 23 лет, когда он призывал людей к исламу и доносил до людей свои пророчества, пророк, саллиллаху алию ассаляма, очень много ответов дал на разные нужные вопросы пророкам, саллиллаху алию ассалям. И у нас на многие вопросы есть прямые ответы. И в тех случаях, когда прямых хадисов мы не находим, мы знаем из тех хадисов, которые у нас есть, общие принципы, которые шариат преследует в разных случаях жизни. Мы знаем, что шариат запрещает вредить кому-то. Мы знаем, что шариат запрещает всякие сделки, в которых есть большой риск. Мы знаем, что шариат всегда защищает права хозяйственных хозяина на свою собственность. Общие принципы мы знаем, и ученые всегда, отвечая на какие-то вопросы, они могут ориентироваться на эти общие принципы ислама. И также у нас есть то, что называется кияс. Это кияс, это когда у нас есть хадис, который отвечает на конкретный вопрос, и ученый, который знает этот хадис, он может провести аналогию в подобном, в другом вопросе, в подобном этому. Он видит, что смысл и принцип, из-за которого Пророк Саваласалим запретил или обязал какое-то действие, именно является такая-такая мудрость. Он видит эту же мудрость, этот же смысл и в другом случае подобном, аналогичном тому, где Пророк Саваласалим ответил. И человек, который обладает большим уровнем знаний в шариате, он может эти аналогии проводить и выносить решение в таких вот случаях. И поэтому все, что в этих книгах наши алими пишут, это или напрямую взято из Корана и Сунны, или это может быть взято из иджма, единогласного мнения ученых, или это взято из кияса того, что алими провели аналогии параллельно между этим вопросом и другим, в котором Пророк Саваласалим ответил, и увидели, что это одно и то же. Что тот же самый хукм решение, которое там вынес Пророк Саваласалим, должно быть здесь. И вот это и есть исламский фикх. Каждый вопрос, каждый хукм строится на каком-то шариатском долиле. Но не обязательно это должен быть прямой аят Курана, или прямой хадис. И все эти доводы, все эти доводы являются достоверными шариатскими доводами, по мнению всех ученых Ахли Сунну Вальджама, то есть всех мазабов Ахли Сунну Вальджама. Куран, хадис, иджма и кияс. Эти четыре главных основы, на котором строится суннитский фикх, без разногласия между мазабами, они являются достаточным аргументом для вынесения шариатского хукма. И задача Алима именно находить вот эти параллели, аналогии, чтобы проводить, он должен обладать большим уровнем, большим уровнем, большими знаниями, стремиться к этому. Поэтому человек, который не знаком с шариатом или имеет слабые знания о шариате, он не должен лезть в такие вопросы, а должен следовать тому, что ученые говорят, которые могут вносить такие решения.